Я считаю, что те, которые делают что-то качественное и те, которые выглядят достаточно красиво и не мешают общей атмосфере города, я думаю, они должны остаться, так как в любом случае это достаточно удобно, когда ты гуляешь, ты можешь выпить кофе. А вот, знаете, есть такие накречатики, они буквально стоят через каждые три шага, это немножко, ну, я не понимаю, зачем они там, тем более продукция у них достаточно некачественная, то есть я думаю, это зависит от того, как, где. Вообще, я думаю, что это хорошая идея, потому что, ну, кушать так хочется, когда ты гуляешь. Я думаю, единственный минус этих кофемашинах, тем, что они могут заградить проход, вот и все, а так, в принципе, помню, только в принципе, потому что всегда есть доступ к быстрому питью, не знаю, вот. Окей, а мафы? Иногда, на самом деле, их тоже очень много и они просто мешают, ну, как бы, нет смысла, во-первых, они воняют, это самое ужасное, что может быть, вот, и еда там тоже не самая качественная и поэтому, ну, как бы, убирать их тоже нет смысла, потому что люди кушают, это быстрое питание, дешевое питание. Но, наверное, некачественную продукцию лучше брать, сделать какую-то проверку и уменьшить их количество. Я пользуюсь, почти ежедневно я там покупаю, по-моему, хорошая идея, их много и удобно. Я считаю, что это не очень хорошо, потому что они стоят посреди улицы, очень часто мешают проходу, они находятся в парках, и, ну, я негативно к этому отношусь. Ну, с одной стороны, люди придумали этот бизнес, он приносит им доходы, они, ну, большинство, ну, Вначале это было чем-то инноваторским, но в данный момент, в принципе, их развилось очень много, они, я думаю, в принципе, мешают чем-то в некоторых местах, там, проезду, проходу могут людей мешать. Ну, лично я ими не пользуюсь, и как-то лично для меня ничего плохого не представляют. Я лично против всех этих мафов, улиток, кофемашин, потому что они очень сильно нагромождают место, и пройти практически нереально.